Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенанс и сегодня у нас новый выпуск фишек и сегодня мы разберем новые обновления 85 карты и еще разберем некоторые механики в игре, поэтому ребятки не скипайте, досмотрите до конца, обязательно поставьте лайк за мои старания и конечно же не забывайте, что фишек на канале уже очень много, вот эти накопились и соответственно сейчас мы их будем разбирать. Ну что ж друзья, пожелаю всем приятного просмотра и поехали! Итак ребят, много у нас в принципе тут обновлений на 85 карте произошло, но сейчас мы разберем самые основные. Первое, что мне хочется конечно же затронуть это те надписи, когда вы продаете предметы или покупаете, вот тут выставляется желтая надпись, сейчас мы их будем разбирать. Что у нас делается с этими надписями я сейчас вам объясню. Во-первых, у нас на 85 карте, как вы знаете, уже давно добавили покупку по правой кнопкой мыши или по левой кнопкой мыши, то есть артефакт можно собрать сразу нажатием одной кнопки. Эта тема отлично работает, она работает сейчас без багов и прочей всякой темы. Сейчас мы будем это все разбирать. Смотрите, образно. Вот у нас здесь Саша Яш. Саша Яшу можно собрать СНЖ и Яшу, то есть не собирать можно вот это, вот это можно не покупать. Можно купить одним кликом. В случае, если у вас есть деньги, вы нажимаете левой кнопкой мыши на покупку этого артефакта. После того, как вы купили одним кликом, у вас идет вот такой вот отсчет, 20 секунд. И вы можете в случае, если вы мискликнули, продать этот артефакт за ту же стоимость. Вот тут у вас напишет А2050 Голтомо. То есть, соответственно, вы продали за ту же стоимость. Но есть тут одна тема. Если вы этот артефакт или разбирали, или еще что-то с ним делали, то, конечно же, вы не сможете продать за эту стоимость. То есть, это вот эта фишка, которая касается именно продажи артефактов за полную стоимость, именно касается тех артефактов, которые покупаются по одному клику. Образно. Худ. Одним левой кнопкой мыши вы купили. Ага, тут. И, видите, сразу таймер идет. То есть, в течение этого времени вы можете, конечно же, продать этот артефакт за полную стоимость. Оп, и мы, конечно, за полную стоимость купили. Также у нас тут фазы могут вот это, ПТшки. Также, если вы вроде на мискликали, вы можете за ту же самую стоимость, и, конечно же, продать. Но, если вы положили на землю и подняли, тогда уже, конечно, за полную стоимость вы не продадите. В принципе, фишка очень даже интересная такая. Ну, в принципе, можно даже, я бы сказал бы, попользоваться. Теперь, когда вы покупаете еще рецепт, то есть, сейчас другая фишка. Вы купили рецепт, нажимаете два раза правой кнопкой мыши, то вы сразу же собираете целый артефакт. Я начал эту тему, если честно, часто практиковать сейчас на стримах. И, когда я делаю какой-то начальный закуп, ну, образно говоря, вот я хочу купить себе там в рецепт. Оп, нажимаем в рецепт левой кнопкой мыши, и правой кнопкой мыши мы два раза кликаем на в рецепт. И, соответственно, собирается у нас в рецепт. Если вы даже мискликнули с рецепт, вы можете дособирать и продать за полную стоимость. А, смотрите, одно золото куда-то делось. Опа, какой-то баг, походу, нашел я, да? Хорошо, смотрите, ВБ-шку купили. Опа, за полную стоимость. Ооо, а ВБ-шка нам возвращает минус одно золото. Вот, ну че. Эта тема отлично работает. Она работает сейчас без багов. Нашел уже изъянчики. Видите, как бы покупаем вроде за фулл прайс. Вот, в рейсбэндик у нас есть случайный... Ой, в рейсбэндик. Брайсер. Мы собрали брайсер случайный. И правой кнопкой мыши мы сейчас его также продадим. Видите, какой-то баг есть. Все-таки на одно золото мы теряем. То есть, когда фулл прайс теряется. То есть, тут у нас 485. Видимо, из-за того, что как-то вот неровное количество золота. Наверное, как-то одно золотишко мы теряем. Но не суть. Надеюсь, вы поняли, как собирать теперь артефакты. Либо одним кликом, либо кликом по каким-то, образно говоря, рецептам. То есть, я иногда вот этой темой пользуюсь. То есть, допустим, я возьму... Как я буду покупать башер, допустим, в обычной игре. Я вот просто возьму рецепт и возьму правой кнопкой мыши, прокликаю. Если у меня золота хватает, то, соответственно, я спокойно покупаю. Ой, я еще там башер купил, да? А я успею его продать. Да, я успеваю продать. Вот. И офигенная фишка тем, что вы можете продавать за фулл прайс. В случае, если вы, конечно же, ошиблись. Это вот такие вот первые обновления на этой карте. Надеюсь, вам понравился этот обзорчик. Поехали на следующее обновление. Итак, ребятки, следующая фишка, которая у нас, конечно же, есть и доступна на 85-й карте. Это, конечно же, вотекик. Для того, чтобы кого-то кикнуть с игры, в случае, если у вас есть какой-то фидер, жесткий флеймер или еще какой-то другой неприятный союзник, с которым просто не хочется иметь дело, вы можете просто прописать вотекик и написать, допустим, вотекик 2. Но, к сожалению, вы не видите. Давайте вот так вот смотрите, как это пишется. И еще вот в начале видоса, да, вот эта вот надпись, посмотрите, в начале видоса, если что, перемотайте, которая была, слэш вотекик. И, допустим, образно, на втором слоте персонаж, который вам не нравится, игрок. Он там, допустим, мать трогает, национальность или просто фидит курьером. Вы пишите вотекик 2. Нажимаете интер. И после этого высвечивается, как вот здесь вот в видосе, посмотрите, высвечивается вот такая вот надпись, что просим вотекик от вот этого игрока. И далее все голосуют, либо да, либо нет. Что нужно написать, чтобы проголосовать да? Нужно написать слэш yes, просто же, либо же слэш no. И, соответственно, после этого игрока дропнет, как вот в этом видео. Так что вот такая вот, ребятки, у нас тема. Если вдруг у вас какой-то есть флеймер там или просто фидер, конечно же, вы можете спокойно его кикнуть и продолжить играть игру эту вчетвером. Так что вот такая тема. Итак, ребята, следующее обновление у нас такое. Это обновление у нас касается разбора и подъема рапиры. Если раньше в каких-то версиях мы могли разобрать купленную нами рапиру по правой кнопке мыши, как, допустим, образно, ну, травела мы не можем разобрать. Кстати, странная тема, почему не можем разобрать травела. Давайте минус итем тра, соберем минус итем. Ну, давайте, где-то у нас. 2, 8, 2, 8, 2. Окей, эти травела мы, по идее, должны разбирать. Да, эти травела первого левела мы можем разобрать. При этом они все отлично дропают. А, травела второго не можем разобрать. Окей. Это такая микротестовая фишечка будет такая. Теперь касаемо рапиры. Что у нас есть с рапирой? Если вы владелец рапиры и вы только что ее купили, вы можете ее дропать. Насчет работы у союзников я не могу вам подсказать. То есть, если вы купили рапиру и даете ее союзнику, я не знаю, будет она союзников работать или нет. Ведь в соло-лобби я не могу протестить, потому что я не могу зарезать там еще одного себе какого-то персонажа, образно, плеер 2. И я не могу протестить, будет ли она работать у союзника. Но я думаю, она будет висеть в таким вот этот круг, как кольцо. Знаете, когда кольцо передаете, типа союзное кольцо, оно вам дает реген, но вы не можете ничего с этим кольцом делать и не можете собрать дополнительно через это кольцо что-то. Соответственно, это такая тема. Для чего сделан этот дроп рапиры, если вы изначально хозяин и вы ее еще не теряли? Я считаю, что это очень даже интересная фишка тем, что в случае, если вас гонят по лесу где-то и вы будете сейчас уже скорее всего отправляться в таверну, вы можете дропнуть свою рапиру где-то в незаметном месте, выбежать куда-то и там умереть, а потом вернуться и подобрать свою рапиру. Ведь оппоненты не будут знать, что вы где-то дропнули рапиру в случае, если ее там не видно. Это вот такая вот фишечка. Но давайте разберем сейчас другой момент. Если вы просто так идете и отдаете рапиру какому-нибудь оппоненту, образно говоря, у нас тут стоит пудж, то есть вы собрали рапиру, рапира ваша изначально и пудж ее подбирает, пудж и другие герои не смогут ее выложить. И даже я не смогу выложить. То есть если я сейчас убью пуджа, то есть вы видите, пудж не может выложить, вот я нажимаю, не удалось выбросить предмет. И теперь, если я убиваю пуджа, собираю с него рапиру, я ее тоже не могу теперь выложить. То есть вы уже обратили внимание, почему у меня две рапиры. Соответственно, эта фишка работает только если вы сразу же купили рапиру и вы владелец изначально, не подбирая с кого-то. Кстати, вы заметили, что у пуджа рапира работала. То есть для фидеров это сейчас уникальная фишка. Собирайте рапиры, отдавайте оппонентам эти рапиры, пусть заканчивают катки, если вы хотите кому-то насолить. Вот такая вот у нас тема, ребятки. Не забывайте про эту приколюха. Возможно, она в драке вам спасет и засейвит рапиру. Очень, кстати, актуальная тема. На Леорике будет Леорик с Аганимом, если будет находиться в ультимейте и где-то он будет умирать, то вы сможете, конечно же, с помощью Аганима где-нибудь там дропнуть еще рапиру и умереть спокойно, а потом курочкой образно забрать. Но это нужно будет аккуратно проманиться. Надеюсь, вы поняли посыл вот этой фишки. И сейчас мы пойдем уже тестить более глобальные темы. Разберем еще два обновления. Возможно, даже три. И продолжим, ребятки, продолжим. Следующее, ребятки, у нас обновление касается Курьера. Очень, если честно, обидная тема насчет Курьера. У Курьера теперь не работают Транквилы. Если раньше на каждом гайде я немного подобуживал, конечно же, этими Транквилами, то сейчас ими не подобузить, к сожалению. И смотрите, не дает Регена. Видите, Курьер у нас был без ХП Регена. То есть у него 17 ХП осталось после того, как Рошан его начал атаковать, этого Курьера. И Транквил не дает Регену. Но МС и Арморчик дает. К сожалению, теперь на гайдах вы не увидите Курьера, который быстренько-быстренько Регенится и бегает с Радиенсом. А вот Радиенс и все остальные ауры до сих пор работают. Но по Фикшн только вот этот Транквил. Так что еще одна фишечка в копилочку. Также у нас без Фикса не обошлись вот эти два персонажа, которыми, вы помните, можно обузить Аганимы. Да, это у нас был Огр и Леорик. Когда, вы помните, когда вы собираете Аганим, у Леорика дается возможность на 7 секунд отправляться в такой Астрал, где вы через 7 секунд, конечно же, умрете. Но при этом вы можете наносить, конечно же, урон и юзать способности. И можете также, там, допустим, затопишься на базу, засейвить свою рапиру. Если раньше, после того, как вы покупали Аганим и продавали его, действие Аганима продолжалось, то сейчас, к сожалению, это уже не прокатывает. Это у нас касается Леорика, которому теперь, если вы дропнули Аганим, уже не работает эта Аура. То есть, смотрите, вот здесь вот реинкарнация. Оп, включилась. Смотрите, есть Аура. Что, рядом, конечно же, с Леориком, если вы умрете, вы рестнитесь как бы. Ну, как рестнитесь? Вы будете 7 секунд еще, можно сказать, ну, живыми, а потом уже умрете. И теперь, если мы дропаем Аганим, то, к сожалению, эта Аура пропадает. То есть, соответственно, уже не работает эта тема. Если раньше без Аганима даже в инвентаре работала эта фишка, вы это на гайде, на гайде, в принципе, можете увидеть, то сейчас, к сожалению, этого нет. То же самое и у Агра. У Агра дополнительная способность у нас открывается с Аганимом. И теперь, когда мы дропаем Аганим, она, конечно же, вместе с этой Аганимной, конечно же, на полу также дропается, ребятки. Поэтому вот такой вот неприятненький тоже фикс, если раньше мы это обузили, то сейчас, к сожалению, это обузить нельзя. Следующее маленькое обновление у нас было на 85-й карте. У нас же изменение иконки. Шадоу Волка, если раньше тут был Винд Волк и такая сине-беленькая картиночка, то сейчас у Баунти Хантера у нас вот такая картиночка появилась. Ребятки, не нужно пугаться, способность все та же самая дается также инвиз. Есть бэкстеп, есть определенная длительность и, конечно же, КДшки. И у Бонника у нас также изменилось теперь название. Скелетон Волк теперь у нас тут появился. Такой вот у нас тут тревел нарисован. И та же самая способность. То есть не пугайтесь, если вы видите какие-то новые названия, новые иконки, все работает также по-старому. Это было такое небольшое обновление. Следующее обновление, которое у нас тут есть, это, скорее всего, фикс бага на ЕСе. Когда у вас, помните, была приколюха, что вы ботл вот так вот берете, у вас пустой ботл, идете на руну и подбираете руну, она у вас сразу же активировалась, падала еще и в ботл, конечно же, и у вас было два дабл дэмэджа. То есть сейчас эту тему пофиксили. Некоторые ребята уже, наверное, это заметили, но я думаю, стоит сюда это добавить. Также у нас тут появилась такая тема, что когда вы юзаете тотем, теперь дабл дэмэдж не дропается, она у вас остается и работает корректно. То есть если вы думаете, что вы и чем тотемом собьете себе дабл дэмэдж, то, конечно же, нет, вы сейчас не собьете. И это мне нравится. Это намного лучше, чем раньше у вас было две дэдэшки, потому что тогда вы могли подобрать, у вас было уже дэдэ включено и в ботле дэдэ, вы нажимаете тотем, и у вас дабл дэмэдж спадает, конечно же, но сейчас не спадает. И действие продолжается, и это офигенно, ребятки. Это очень классный фикс. И, конечно же, юзайте, запоминайте, скидывайте друзьям, делитесь этим видео, чтобы они знали немного больше. И, конечно же, переходили с 83, где и чем тотем сбивает дабл дэмэдж, и играли в 85-ю карту. Как вы, наверное, уже заметили, друзья, также у нас появилась новая сеточка на бруде. Некоторые ребята эту тему не видели. Были у нас фиксы, фиксы лютых багов с этой сетки. Сетка была немного другая у нас, она была белая, из-за нее люто лагало. Я, к сожалению, или к счастью, не застал эту тему. И сейчас сетка у нас выглядит вот так вот, она тоже выглядит прикольно, если раньше была белая, потом была, сначала была зеленая, потом была белая, а теперь у нас такая салатовая сеточка появилась, и она корректная, она нормально работает, но у бруды те же самые баги остались, когда вы создаете кучу паучков, и вы не можете нормально контрить этой брудой, она бегает просто непонятно криво, то есть бывают такие моменты, когда вы вот так вот паучков юзаете, они у вас почему-то не слушаются вместе с брудой. Давайте сейчас поспауним, то есть это уже будет дополнительно. Тут касаемо сеточки очень хотелось сказать вот эту тему. Так, хускарчик, дорогой, иди отсюда, иди отсюда. Так, вот так вот у нас вот бруда, допустим, контрится. Вот так вот, это нормальная работа бруды, то есть тут работает все корректно, но иногда бывает в игре, что бруда не слушается, и получается она бегает вправо-влево, но сейчас я смотрю, что эта тема как-то как будто работает теперь корректно. Не знаю, может уже пофиксили, но по-моему в игре у меня не работало корректно. Смотрите, еще и хускары выделили, да куча. То есть все вы помните, на гайде даже бруды очень тяжело на ней играть, когда просто вы вот так вот брудой не можете контрить. Сейчас вроде работает корректно. Не знаю, ребятки, дополняйте это видео в комментариях. Вроде работает нормально. Я хотел рассказать тут по сетке, а не по вот этой вот теме. Но вроде работает нормально. То есть бруда сейчас слушается, все у нее хорошо, паучки работают нормально, и сеточка не лагает. Вроде все четко, ребятки, вроде все четко. Следующий, друзья, старый, довольно-таки, довольно-таки, довольно-таки рабочая тема, которой, я не знаю, Если честно, как объяснить этот цирк уродов Который у нас здесь находится Этот маленький рекимару, этот маленький пуджанчик С таким вот этим страшным хуком Вы просто посмотрите на это Вот это просто, как вы объяснить можете Если честно, эта тема уже старая, забытая Я ее давно показывал, ребятки С этими увеличениями, уменьшениями Я не знаю, почему до сих пор не нашли Эти баги, как их делать И это просто ржачная тема Очень часто даже в игре и на стримах Я замечаю эту приколюху Если правильно все так у нас сложится Все такие вот эти стечения обстоятельств То, конечно же, вот эта тема до сих пор у нас работает Как это все делать, я уже ранее показывал Как сделать огромного Рубика, огромного Урса Или маленького какого-нибудь героя Вот, допустим, того же Рикимару Рикимару вообще, вы сейчас знаете, посмотрите Как он маленький Эта тема все работает очень-очень жестко Сейчас, на самом деле, я не понимаю, почему это до сих пор не попиксили Я, если честно, не очень хочу раскрывать Как это делать, но я это показывал ранее Я боюсь, что это сейчас будут начинать юзать И будет и сейчас неприятно Но это, опять-таки, стечение обстоятельств Должно быть определенное Чтобы вот это у нас заюзать Именно вот этих маленьких персонажей У нас юзать очень тяжело А больших персонажей Юзать, конечно же, попроще Был даже отдельный у меня видосик на канале Как сделать гигантского Урса Также можно сделать гигантского Рубика Если Рубик украдет и Урсы, конечно же, ультимейт И вся эта тема рабочая Окей, давайте тогда разберем Как сделать маленького персонажа Я уже ранее показывал Но, если честно, еще раз хочется по этой теме пройтись И надеюсь, что эту тему пофиксят Потому что все-таки смысл моей рубрики Это, конечно же, посыл И вдруг какой-то админ увидит И они это пофиксят Давайте сейчас засуицидим вот так вот ЦМ-очку И, конечно, начнем продолжать разбор Смотрите Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы уменьшить Какого-нибудь юнита Давайте, допустим, это будет у нас Шаман Что мы должны сделать? Во время того, когда на Шамана у нас накидывается какой-нибудь Хекс Огр должен его блабластнуть Тогда моделька персонажа почему-то уменьшается Я не знаю, как это работает и зачем это сделано Но вот такая вот у нас приколюха В общем, с уменьшением мы разобрались Главное, чтобы был оппонент с Хексом И, конечно же, союзник на Огре с блабластом Это работает только так Следующий момент касаемые Урсы или Рубика Как вы знаете, делал я уже видосик отдельно И с того видосика вы все помните В принципе, кому не интересна эта тема, о которой я сейчас рассказываю Можете уже скипнуть Потому что вы уже, наверное, знаете эту приколюху Смысл таков У Урсы и у Абадона как-то почему-то складывается вот эта приколюха Именно с третьим спеллом Абадона И, конечно же, с ультимейтом Урсы Все вы знаете, при нажатии ультимейта Урсы Урса немного увеличивается И, конечно же, если Абадон атакует какую-то цель И вы Урсой так же ударите эту цель разочек И просто отойдете Эта Урса почему-то увеличивается Смотрите, сейчас пум Такой, знаете, как под грибами Но сейчас не видно было, но он вроде стал побольше Давайте еще раз сделаем Напишем вот так вот То есть Абадон атакует Мы подбегаем, нажимаем атаку И Урса сейчас просто как на дрожжах Как знаете, пум Вот, видите, сейчас идеально было видно И, соответственно, почему-то у нас Урса становится так больше Так же и с Рубиком у нас делается Я не знаю, зачем это В общем, можно раскочегарить так персонажа На огромную Огромную такую модельку При этом эту модельку вроде как не видно Но Говорю сразу За это в бан улетите Смело улетите Если будете юзать Так что, ребятки Ждем Пока это пофиксят Вот такая вот у нас приколюха С Рубиком то же самое Рубик просто крадет у нас тут Вот этот Тен Рейдж И такой огромный Рубен Просто какой-то рейд-босс Сразу вспоминается у нас World of Warcraft Где вы рейдите Какого-то одного здорового там Босса Просто посмотрите на него На этого Рубика Он просто огромный Я не знаю Но меня больше Меня больше прикал Вот эти маленькие модели Каких-нибудь Маленького Пуджа Или маленького там Этого Рики Марича Но это прикольно Ребятки В общем вот такие вот у нас Первые фишки И сейчас уже будем Жестко долбить по фишкам Потому что я уже долго Тэщу Все уже в принципе Основные изменения По механике По фиксам Прошлись И конечно же Сейчас начинаем уже фишечки Вот с вот этих фишечек Мы начали Поехали Следующая очень интересная Фишка или баг Я не знаю Сейчас вы ее посмотрите Когда вы брудой добьете Какого-нибудь Пуджа К слову Эту тему Я помню Вроде видел даже бы на гайде Или на стриме Но мне напомнил Вот этот вот прекрасный подписчик Который вы видите сейчас Вот на экране Вот он мне это напомнил Кстати я решил Это тоже включить Фишки В общем такой прикол Если вы брудой добьете Конечно же Со своей Первой способности Пуджа Допустим Смотрите Если просто Пуджа Вот так добиваете То появляются у нас Обычные паучки Вот такие вот Просто обычненькие паучки А если Пудж у нас Имеет агоним То сейчас вы увидите Какой у нас тут есть прикол Давайте вот так вот Направим Будем сейчас сливать И погнали Смотрите какой у нас Есть тут прикол То Пуджа Паучки Вот они Вы просто посмотрите Что с ними Почему они унаследовали Его вот этот вот Эффект кровавый Что это такое Короче когда вы Пуджа добиваете Первой способностью То паучки у вас Будут вот такие Вот они будут С эффектом С эффектом Я не знаю Вот этого ультимейта Пуджа Я сейчас еще протестю Будут ли Унаследовать паучки Другие эффекты Например Если там будет У шамана Агоним У Еса И у прочих других героев Поехали это протестим Интересно выглядит На самом деле Не знаю Дружачно Даже смотрите Какие-то кровавые пауки Окей Итак Начинаем мы Короче сливать Нашего шамана И посмотрим Унаследуют ли паучки У нас его Эффект Агонима Да Посмотрите Просто такой же Эффект с Агонима Короче Если вы добиваете Пауками Какого-то героя У которого Интересный Красивый эффект То вы его Унаследуете Сейчас будет Очень интересно Посмотреть Другие эффекты Например Еса Еще сейчас Поспоминаем Какие у нас Еще есть эффекты И все эффекты Мы сейчас Сюда В эти фишки Разберем Очень прикольно Выглядит Посмотрите Такие белые Какие-то У нас паучки Получаются Но кровавые Выглядят Мне так Прикольнее Да И поехали Другого искать Итак Я не знаю Я не знаю Это как Какие-то Танки Знаете Такие Выглядят Как танки Какие-то А ну-ка Душите Блин Это ржачно Я не знаю Давайте Поищем Еще какие-нибудь Эффекты И порохлим С этой темы Короче Ребята Я не стал Долго Короче Заморачиваться Я зареспаунил Все героев У которых Есть Какой-то Хотя бы Эффект Агонима И давайте Тестировать Давайте Первый у нас Будет Клох Верни здесь Сейчас мы Посмотрим Унаследуют Ли они Да У них Маленькие Гаечные Ключи Вы просто Вы просто Посмотрите У этих Тараканов Ползучих Маленькие Гаечные Ключи То есть Эта тема Работает Сейчас мы Каждый эффект Посмотрим И обязательно Пишите в комментариях Какой эффект Вам понравился Больше Я не знаю Это смешно Далее Давайте Риксар Поехала У нас Спамим Риксара Поехала Давай-давай Топоры Нужны на паучках Ой-ой-ой Какие у нас Заряженные Топоры Посмотрите Это даже Какие-то Лапы У него Посмотрите У этого Таракана У паука Лапы Какие-то Топоры В лапах Я понял Вот так Вот значит Как говорится Звери Повинуются Мне А тут Короче Тараканы С вот этими Посмотрите Тараканы С топорами Это что-то Лютое И тут Гаечные Ключи Тут у нас Топоры А что у нас Будет дальше Конечно же Сейчас посмотрим Как у нас Будет это Надевсе Выглядит Эта вся Тема У нас Молнии Будут Посмотрите Паучки Короче С молниями Заряженные Паучки Тора Вы посмотрите Просто Сейчас мы Каждого героя Так разберем Блин Вы посмотрите Жесть Это что такое Как это работает Я сейчас Не понимаю Посмотрите У нас тут уже Целая гвардия Молниеносцы Топороносцы И конечно же Гаечные ключи Следующий персонаж У нас здесь Это Разор Давайте украдем У него палку Вот эту И посмотрим Какие у нас будут Тут заряженные Паучки У паучков Тоже какая-то Заряженная Палочка Вы просто Посмотрите Давайте Каждого Будем приближать И рассматривать Этот эффект Но синий Такой эффект Как будто Как будто Паучки Что-то жмыхнули И что-то Походу Им короче Хорошо Ладно Продолжается Но с тем Так Гаечные ключи Минус Смотрите Как они Смешно Крутятся Ой Жесть Я не знаю Вот эти Сейчас еще Будут тоже Дохнуть Смешно Так Давайте Уойдет Дубинку Заберем Мне интересно Дойти до Тинника И у Тинника Тоже должно Быть весело Так Хорошо У нас Смотрите Палки Бесконечности У каждого Из паучка Войда Вот этот Эффектик Прикольно Тоже выглядит Типа Как у Разора Но типа Только паучки Так У этих Топоры Все Топорики Тоже Загнулись У нас Ну Слушайте Прикольно Тоже выглядит Самые Мне кажется Красочные Эффекты Это вот Вот такие Эффекты Как там Заберем Эту всю Контору И так Огур у нас Тут уже Зарегенился Сейчас мы Огра Заспамим Быстренько Давайте Огра Спамить Сейчас мы Посмотрим Что у нас Тут имеется Давай Давай Опа 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 И хорошо И такие у нас Огненные Паучки Появились Давайте Тоже Приблизим И посмотрим Что у нас Будет тут Происходить Огненные Паучки Смотрите При этом Огонь Когда стоите Он намного Ярче Когда бежите Прям Ну прикольно Смотрите Такие арахниды Горящие арахниды Такие Прикольный эффект Мне нравится Я одобряю Смотрите Прям Тоже прикольно Приемлемо Выглядит Так Но самое интересное Это конечно же Тини Заберет ли Паучок У Тиника Вот эту самую Палку Опа Ну-ка Давай Опа Все Там умерли Уже Разорчики Пауки Разора Ну-ка Дубинки Есть Дубинку Показывай Эх Блин Прикиньте Дубинки Нету То есть Дубинок Я тут не вижу Обидно Обидно На самом деле Ладно Двигаемся дальше У Пака Тот же самый эффект Что и у Шадоу Шамана Я сначала не хотел Спаунить Пака Потому что Все равно Писали бы Что Ты же Ты же Не заспаунил Пака Не посмотрел Какой эффект У Пака У Пака И у Шадоу Шамана Одинаковые эффекты Поэтому Паучки у нас Получаются Вот такие Которые у нас Были ранее Смотрите Просто Такой Ну забавненький Тоже Яркий эффект Красивый Давайте двигаться дальше Эффект Джиггернаута Сейчас будем унаследовать И посмотрим Что у нас тут будет Хорошо Джиггернаут у нас Отправляется На скамейку запасных И у нас Вот такие Заряженные Маленькие паучки Так Ризраку нужно Воспользоваться Услугой Дровосека Ризраку Воспользоваться Услугой Дровосека Все Спасибо Прикольный эффект Посмотрите Тоже Тоже такой Как будто огненный эффект Ну прикольно Мне нравится на самом деле Ребят Красиво выглядит Не забудьте Написать в описании Какой эффект вам больше всего понравился Из чего вы на самом деле Зарохлили У нас тут еще много эффектов будет Сейчас дойдем До Вич Докторов До Гиролётов Там турбины сейчас Наверное у этих будут У пауков Турбины будут походу Там подсмотрим Так Ну такой тоже красивый Огненный эффект Как будто они горят Тоже пауки Но Вот тут тоже прикольный У Огра В принципе Такой же почти эффект Вот у Хускара Прикольненький эффект Тоже такие паучки Огненные Получаются Давайте двигаться дальше А то мы так до вечера Всех не разберем Так Поехали У нас умирает У нас тут получается Баратрум Сейчас мы баратрум И заспауним Заспауним вернее И заспауним Пауканаторов Так Ну-ка Делись Здесь Посмотрите Все Абсолютно все Эффекты у нас Забирают паучки Такой смотрите Дымок какой-то С кадила У нас получается И прикольный тоже эффект Прикольный Мне нравится Если честно Выглядит красиво Лича кстати Я еще не заспаунил Нужно будет Не забыть нам Лича заюзать Потому что на Личе Тоже красивый эффект Совсем я забыл про Лича И сейчас вспомнил Увидел вот этот холодок И что у нас тут у Вич Доктора Тоже с палочками Получается Заряженными Да Паучки Посмотрите Тоже с заряженными Заряженные у них Паучки с палкой Заряженной Тоже бегают Блин Но на самом деле Эффект не очень такой яркий А очень хотелось бы Яркие какие-нибудь эффекты Давайте например Вот сейчас мы Санкинга вот этого Вот сейчас замучим Бедолагу Давайте не будем Тогда уже так Отдалять Прибавлять И просто вот так вот Сейчас заспамим И в конце я добавлю еще Лича Чтобы не забыть Опа И такой песочный эффект Да Смотрите Песочные Получаются у нас Песочные паучки Блин А выглядят прикольно Мне нравится Посмотрите какие они песочные Прям песочное печенье Оу Вкусно Блин Классный эффект Мне нравится Ставлю 5 баллов К этому эффекту Продолжаем дальше Погнали Раз Два Крадут листья У Энчи Да Посмотрите причем Какой эффект Такие лапы Какие-то они стали Зелененькие Какие-то да Такие Ну прикольно выглядит Прикольный эффект У паучков Зелененькие паучки И зеленый Как будто яд какой-то И блин Вот этот песок Тоже качественно выглядит Давайте Акса задушим Посмотрите как Акс зарегенился У него очень Сильная хп регенерация Стандартная Своя И он вообще фуловый Я их всех продамажил Перед тестами Всех персонажей Акс уже стоит фуловый Зарегенился Хорошо Крадем у Акса топоры Ну-ка показывайте Че украли Есть топорик Тоже какой-то Огненный эффект Получается Но топора Если честно Я развидеть не могу Вроде как Нету его Да Жесть Но это очень Тоже прикольно Давайте теперь У Некропалку Отберем Потом у Пугны Отберем Лавдрейн И будем уже Ближе двигаться К концу Потому что это В принципе весело Но это Мне кажется Некоторым Ребятам Покажется Нудной Темой Да Небольшой Эффектик Тоже украли Причем Светятся Глазки У тараканчиков У паучков Тоже Очень довольно таки Прикольно Но не ярко Не ярко Не нравится Ставлю 3 балла Давайте теперь У гирокоптера Украдем Мого турбины И посмотрим Как это будет выглядеть На тараканах На паучках Да Это примерно Выглядит как у ЕСа Только круче Вы посмотрите Примерно как у ЕСа Но только круче У нас тут Две пушки Теперь Посмотрите Лапками перебирает Этот эффект Как же это Выглядит криво Я не понимаю Посмотрите Причем Даже на одной Стороне лапы То есть на одной Лапе Этот эффект Держится Что за бредятина Ставлю 5 баллов Из 5 На этот эффект Мне очень нравится Надеюсь вам тоже понравится Как и у ЕСа Почти То же самое Так Ну что Давайте украдем Летучих мышей У баланара Будем сейчас Сливать Вот так вот Баланара Почуть И конечно же Посмотрим Что у нас тут Будет за эффект Тоже наверное Летучие мыши Вокруг Будут этих Летать Вокруг Тараканчиков Наших паучков Очень интересный Эффект должен быть Так Летучие мыши Есть Ля Посмотри Как они концентрированы Не Ну тут точно 5 баллов Из 10 Надо Нет 5 из 5 5 из 10 Это мало Посмотрите Прикольно Как выглядит Просто маленькие Летучие мышки Рядом с этими Таракашками Ребятки Кто боится Летучих мышей Пожалуйста Прошу выйти Выйти с этого видео Потому что это выглядит Очень страшно Ля Как выглядит Прикольно Мне нравится Осуждаю Осуждаю За такие баги Я не знаю Давайте далее Тестить Пугна У нас Пролетает Опа Разобрали Пугну Смотрим Эффектики Какие у нас тут есть Красивый тоже эффект Такие зеленые Полосочки Паучки Перебирают И можно сказать Как будто они готовы Уже Сосать Ману Сосать ХП Но они не готовы Потому что это Конченный баг Который нужно Скорее фиксить Но на самом деле Этот безобидный баг На эффекты Он особо Никакого преимущества Не дает Просто такая Прикольная тема Чтобы поугарать Душим дальше И смотрим Что у нас будет С Венжифол Если честно Этот эффект Тоже с лайфдрейном Прикольный Мне тоже нравится Ну ставлю 5 из 5 У Венжифол В принципе Ничего необычного Так немного ломано Подсвечивает Хитбокс Видно что проваливается В землю Но ярко Тоже очень ярко Выглядит И прикольненько Следующий Кто у нас там Дарксир Вот тут будет интересно Потому что Дарксир Она такая Верхняя Немного Вот Аганимная Вот это вот Красивое Красивое оформление Аганимное И он сверху Находится Этот эффект И сейчас посмотрим Что у нас тут Пауки с такими же Знаете Какие-то вот усики Вот эти То есть То о чем я говорил То есть Аганим У Дарксира Он нарисован сверху И соответственно У паучков Тоже такие Какие-то усики Не усики Получается Смотрите Такой эффектик Прикольный Как будто В них антенны Какие-то Они ловят Спутниковую связь Значит Ну Пытаются Установить связь С инопланетной расой Какими-нибудь Непрещуленцами Хорошо Это разобрали Тоже прикольный эффект Мне нравится Давайте убьем Теперь Атропоса И посмотрим Что у нас будет Дропаться с Атропоса Как у нас будет Это все выглядит Атропос Ну-ка Отдавай свой эффект Сюда Мы сейчас Заберем его И посмотрим Что у нас будет Тут происходить Опа Атропоса забрали И такие тоже Прикольные волны Да походу Да тоже Прикольно Выглядит фиолетово Мне как-то фиолетово Знаете Вот тут это четко Подходит Фраза Мне как-то фиолетово Мне кажется Что зеленый эффект С лайфдраников Что здесь С Файнсгриппа Одинаковый эффект Только немного Подсвечен По-другому Давайте заберем Посох у Варлока И посмотрим Какой у нас тут Будет эффект У Леона Кстати по-моему Я не забирал Или забирал Я уже не помню Но сейчас будем Проверять еще Посмотрим И Лича нужно будет У нас еще посмотреть Так Забрали посох у Варлока И смотрим Что у нас тут есть Что у нас тут есть Ну Такое в принципе Какой-то не сильно яркий У нас эффект Но в целом пойдет Но 2 балла из 5 Что у нас тут есть Ага Квин оф Пейн Погнали Квин оф Пейн задушим И сейчас посмотрим Что у нас получится С Квин оф Пейн Оп Хорошо И должен быть Тоже такой темный Да Темная такая же тема Как и с Лайф Драников Как и с Еще чего-то там С Файн с Грипапом Такой же был Только Блин Немного другой А это темный эффект Но особо его не заметно Самые эффектные Эффекты Это блин То что ярко выражено Знаете Типа огонь Или Там как у Джиггернаута Знаете Вот этот эффектик Очень красиво выглядит А это такое себе На троечку На двоечку И Лича Надо будет посмотреть У Лича По-моему Там тоже годная тема Ля Вот это красиво Посмотрите Как красиво Это забавно Вот это Блин Вот это прикольно Честно Такие знаете Фростовые паучки Легендарные Нерубийские Арахнологи Пришли сюда Чтобы изучать Вот этих прекрасных Фростовых пауков Я понял Я дебилойд Я уже Если честно Тут 60 минут Сижу Что-то тещу Видосик уже Наверное На минут 30 И я еще Даже к основным Моментам Фишек Не пришел Если бы вы хотели Это видео разделить На две части Я бы с радостью Разделил Но я не буду разделять Потому что я Делаю ультракил И несу какую-то чушь Да Прикольный эффект Смотрите Такая какая-то Звездочка Красивая Получается У нас Давайте воспользуемся Сейчас Услугами дровосека Чтобы можно было Вот тут прорубить Проход И можно было Видеть немного больше И знать немного больше Да Вот так вот Смотрите Фишки Азеса И получайте удовольствие Так Что ж Мы тут задушили всех Кто у нас здесь были Леончика Интересно Я подьюзал Да Леона я подьюзал Мы подсмотрели Давайте сейчас посмотрим Лича И обязательно пишите В комментариях Какой эффект С пауков Вам понравился Больше Итак ребята Заспаунили Лича И смотрим Какой эффект У нас Вот это Самый лучший Наверное Эффект Который Самый яркий Вы просто посмотрите Как будто Сам чайник Спустился с неба И кинулся На этого паучка Ребятки Мне кажется Тут просто 10 из 5 Потому что Это самый насыщенный Эффект Я считаю Который у нас Был на пауках Напишите Своё мнение Какой эффект Вам понравился Больше И напишите Кто я Теперь После этих тестов Зачем я вообще Это вам показывал Я не знаю И в принципе Кстати Тинни у нас Вырос без ультимейта А в смысле Посмотрите Тинни без ультимейта Вырос А если я Ага То есть Теперь он стал меньше Чё Дота Меня не перестаёт Удивлять Ребятки Вот такой вот у нас Тестик получился С брудой Давайте перейдём К следующим тестам Напишите Своё мнение Какой эффект Вам понравился Больше Следующая фишка У нас также Ребятки С брудой Она касается Её ультимейта Её ультимейт Это очень грозная вещь Которая позволяет Ей жёстко Отхиливаться И не давать себя Быстренько убить При этом Всё это под промахами И конечно же Под бонус Дамагой Как эту тему Всю дропнуть Смотрите На вас нападает Груда У неё плюс Дамаг Она жёстко Вампирится И это всё Контрится Очень легко Вы просто Заюзаете на неё Диффуз И она теряет Всё Она теряет И ультимейт Она теряет И дамаг Это просто Лютая Контра Этой Блин Просто Арахмитки Которая Просто готова Вас сожрать Посмотрите Она вас атакует Жёстко душит Вы не знаете Что делать А вы просто Накидываете На неё Диффуз И всё И она теряется Ультимейт Блин Лёгкого Пути И не придумать Против Брудмазер Итак Ребята Следующая фишка Которая у нас тут есть Она будет касаться Второго спела Таурена И первого спела Эту фишку Мне подсказал Мой спонсор Алан Привет И конечно же Эту фишку Если честно Нигде я её не видел Её не юзали Единственное Недавно На стриме Парень на Чифе какой-то Юзал Тоже подобуживал У него в принципе Неплохо получалось Почти постоянную Юзал Эта фишка требует Если честно Небольшой надроченности Понимания Как это работает И сейчас мы будем Рассказывать Как это в целом И что О чём вообще идёт речь Все вы знаете Что с помощью Духа Таурена Можно конечно же Вот здесь вот по ходке Или вот здесь по ходке Проклепать Можно проклепать Вот так вот В деполте Конечно же Вот тут у нас Произошёл этот клеп А можно Короче Убрать эту анимацию Если чётко Нажать движение И нажать этот клеп То есть Сейчас ещё раз Попробуем разобрать Нужно чётко В тайминг Во время движения Вот этого духа Нажать вот этот стомп И конечно же Тогда у вас получится Подобузить И убрать анимацию Очень если честно Такая надроченная фишка Нужно очень быстро И очень чётко нажать Если честно Даже в соло лобби Не всегда получается Это заделать Но вот сейчас Как видели Получается Ну я надеюсь Вы поняли Как это делается Вы просто Кидаете духа Нажимаете куда-то идти И нажимаете Хот кейт На этом же самом духе Не сбивая На основном У вас На основном Персонаже Чаннелинг Иначе тогда у вас Ничего не получится Эта фишка Довольно таки актуальна Для тех Кто надрачивает Таурена И в принципе Юзайте Это будет считаться Такой фишкой А не багом Я думаю Но эта тема Очень даже прикольная Мне нравится Алан Спасибо тебе за эту тему Если честно Я даже и не знал И ребяткам Тоже сейчас показал Они теперь будут знать И будут возможно Юзать А те кто знали Никогда не показывали Но теперь вашу фишку Мы раскрыли Поехали на следующей фишке Блин ребят Я на самом деле Посмотрел И видео Это уже идет Около 40 минут В монтаже И конечно же Я думаю что Видео нужно разбить На две части Ведь у меня еще осталась Огромная пачка Просто фишек Которых нужно запилить И давайте Конечно же Разобьем Это видео На вторую часть Я думаю вам Вторая часть В любом случае Нужна Конечно же Если вам это видео Зашло То по-любому Вы поставите лайк Чтобы увидеть вторую часть Давайте договоримся так 800 лайков И я начинаю делать Вторую часть И вторая часть Сразу же выходит После этой Надеюсь сегодня Вы узнали что-то Интересное Очень приятненькое Очень какие-нибудь Классные фишечки Которые я вам подсказал Но на следующем видосе Фишечки будут Немного Круче Я думаю Потому что там самый сок Остается Там и по вардам Всякие фишки И всякие механики Там с ланайкой И всякие другие Ой спойлерить Короче не буду Ставь лайк 800 лайков И выпускаю вторую часть Ребятки В общем на этом все Надеюсь сегодняшние фишки Вам пригодятся В юзании Ребятки Обязательно репостите Этот видос Спасибо всем Кто смотрит Кто поддерживает Даже несмотря на то Что сейчас у нас Тяжелые времена И нету монетизации На канале Я выпускаю видосы Специально для вас Чтобы вам они нравились Заходили Ребятки Спасибо всем Цените наш труд Цените мой труд Я для вас стараюсь От души ребятки Всем руку пожал Как говорится Писюн Там все дела И все хорошо С вами Плаксоназус Ребятки Не забывайте И до скорого Не ну это какое-то Избращение О боже Это тоже прикольный эффект Мне нравится О, рапиры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому